всем привет слышно меня я просто тут надела наушники чтоб чуть-чуть подальше отодвинуться чтобы было слышно скажите пожалуйста хорошо слышно не мешает вам наушники слышно прекрасно прекрасная я решила сегодня рассказать про пустые банки потому что они меня напрягают на подоконнике я сюда складываю это такое хранилище кладбище пустых бутылочек пустых баночек и я вот наконец-то сегодня решила вам про них рассказать и уже благополучно отправить их в мусорное ведро а потом мы с вами можем поболтать на любую тему вымыла волосы еще даже их я их не сушила у меня поэтому я такой легкий одуванчик у меня уж такие светлые моего цвета вымывшиеся корни завтра пойду нет в пятницу пойду тонировать ну что я думаю что все желающие могущие могущие посмотреть эфир здесь будут присоединяться потихонечку и так с скажем так переходом на бьюти минимализм естественно пустых банок стало меньше потому что принципе банок стало меньше но по крайней мере практически сейчас сто процентов моего ухода ну хорошо не сто процентов на 90 процентов моего ухода а в итоге доходит до рубрики пустые банки потому что как было раньше то есть до рубрики пустые банки доходило далеко не все да сейчас уже конечно практически все доходит до этой до этой стадии скажем здесь есть и для лица и для волос в общем но давайте есть два средства для волос это шампунь который продается на херп я практически все свои шампуни заказываю сахер потому что ну как-то если честно к средствам для волос я очень такая лояльная скажем так есть там да какие-то продукты те же самые джойка который мне безумно нравится но я их не могу использовать скажем так часто потому что ну тогда у меня идет слишком слишком перепит скажем так и я понимаю что у меня прям волосы утяжляются не то есть как сосулички такие становятся поэтому вот там раз две недельки я могу использовать своих фаворитов от джойка единственное что я использую каждый день это их мист скоро ко мне приедет новый я обязательно потом покажу вот практически все свои скажем так дейли шампуни те которые я я мою голову через день да то есть вчера катя чирикова с кореяки я выложила пост о том как определить ваш тип кожи головы напоминаю что шампунь мы подбираем под тип кожи головы не под волосы да и вот у меня как раз таки кожа головы она склонна к жирности то есть ее можно отнести к жирной потому что мою я через день голову и вот для скажем так ежедневного такого вот через день мытья я с удовольствием использую вот эту серию меня уже по моему я уже третье упаковки заказала это шампунь и кондиционер бренд джон фрида для брюнеток серия для окрашенных волос для брюнеток и после тонирования так как тонируюсь я такой более темный цвет после тонирования две недели я использую только эту линейку потом начинает раз недельку немножечко разбавлять шампунь классный третий раз купила куплю четвертый у него все прекрасные запаха объема цена что там в районе 600 рублей или муж чуть подороже не знаю сейчас она их акцент достаточно быстро меняется ну и второй шампунь это филип филипп адам эта линейка с господи яблочным уксусом да то что с яблочным уксусом линейка в итоге я сайт наверное заказала линейки 4 с яблочным уксусом и пока что это самое лучшее самое любимое у меня на повторе уже было наверное раза три или четыре я обязательно их закажу еще то есть вот это у меня постоянно заканчивается я покупаю новый заканчивается я покупаю новый периодически я тестирую что-то новенькое да там то что появляется на и херп оно там на самом деле достаточно бюджетное можно там в тысячу все это до тысячи даже 500 600 рублей ну да по сравнению например там с каким-нибудь съезд там из супермаркета да это кажется дорого но честно вот подобными средствами у них достаточно мягкие повы я не могу сказать что знаете это прям бессульфатники нет здесь вот например есть слс да и я абсолютно их не боюсь потому что для моей кожи головы для моего типа кожи головы бессульфатники это как бы ну такая себе история я очень знаю я знаю очень много историй когда люди жирным типом кожи головы переходят на бессульфатники там начинается просто такое мракобесие то есть сульфатов бояться не нужно они неплохие они не зло то есть если у вас абсолютно нормальная кожа то есть она у вас не какая-то супер чувствительная кожа головы она у вас не сухая у вас нету проблемы выпадения волос хотя сульфаты и при выпадении волос не является каким-то вот запрет да то есть если вы качественно промываете голову то слс это вообще не проблема то есть для лица естественно это не нужно для волос я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы здесь насколько я помню слс у нас нету здесь такой более ну более интересный более мягкий состав но еще раз повторюсь что мне например этот шампунь абсолютно никак не негативил скажем так состояние кожи головы давайте еще раз я их покажу если что их можно всегда заскринить либо написать мне я вам прочитаю название ну хотя я думаю что можно заскринить в общем вот эти шампуни у меня всегда на повторе я с удовольствием их использую дальше у нас все пошло для лица закончилась вытруду закончилась у меня средства от бренда pharmacy бальзам очищающий называется green clean здесь по моему женщине осталось ну да здесь не конечно ничего не осталось я добила по полной программе и у меня уже приехала вторая банка потому что ну прям красавчик с у меня предыдущий любимый мощь обед от бренда botanic фарм которая тоже заказывала на йорк его сняли то ли с производства то ли с продажи но в общем его больше нигде нет нигде его невозможно достать и я вот решила найти новый его любимчика заказала слуг фантастик сейчас его там нету на лук фантастик заказала и прям безумно в него влюбилась не знаю мне прям вот он очень нравится я в принципе полюбила в формат щербетов не только то есть масла нет щербеты тоже мне достаточно хорошо заходят и я вот прям грезила грезила где же бы мне его раздобыть и в итоге нашла на кул бьюти кал бьюти кто как называет да у меня версия 100 миллилитров заказала я себе тоже версию 100 миллилитров мне слуг фантастик доходит все достаточно быстро никогда у меня не было с этим никаких проблем на лето однозначно я думаю что я еще его повторю потому что у меня в принципе на лето небольшое количество гидрофильных средств да то есть срезы для первого этапа очищениями по факту два бальзама и я добиваю масло дермологик а там осталось меньше половины бутылки я думаю что его я тоже повторю то есть масло классное мне уже было две бутылочки ну то есть я уже перешла видимо на ту стадию когда я по чуть-чуть пробую что-то новое но по факту костяк моего ухода так или иначе это уже средства которые я повторяю то есть и среди множества продуктов которые я попробовала я нашла для себя удачные лучшие и с удовольствием пока что их используем сейчас можно купить на колбите дальше закончилась у меня первая упаковка reset от бренда ps и это их средство очищающие два в одном то есть вы можете использовать его как утром так и вечером вечером если у вас не было никакого стойкого макияжа водостойкого санскрина вы можете спокойно ему заменить сразу два этапа очищения я прям честно влюбилась у него ph 4 4 5 то есть в этом диапазоне и одновременно у меня были на тестирование это средство и аналогичное средство от старшего брата от бренда lies of skin и конечно вот продукт от ps и мне понравился больше lies of skin поехал к маме но я знаю что не всем к сожалению данное средство заходит и почему-то именно с сухокожиком вообще ни в какую не идет то есть я не знаю чем это связано то есть но не всем конечно но вот все негативные отзывы которые я слышала на это средство были от сухокожиков и вот вторую упаковочку мне подогнала катя чирикова потому что сказать я не могу этим пользоваться тебе нравится на в общем не где-то еще наверное ну вот столичка во второй тубе тоже я думаю что достаточно быстро закончится я периодически люблю им просто недельку скажем так по очищаться если особо никаких загрязнений там нету на лице в плане там санскрина или но макияжа мне в принципе нет если санскрина нет то в принципе почему бы и нет можно спокойно им умываться и ну скажем так заменяя два этапа у меня ничего не забивает у меня с очищением принципе все хорошо когда я чаще этим средством то есть мне всего хватает я с удовольствием использую и я думаю что тоже как-нибудь я его повторю сейчас она мне закончится я наверно прямо отбежать и покупать третью банку не буду передохнул скажем так и возможно там в новый сезон возьму себе дальше давайте по порядочку пойдем хотя ладно не по порядочку закончилась у меня вторая бутылочка вот у ридж дикие все хорошо но вот упаковки у них конечно вообще не фотографичные фотогеничные у меня фотограф все время скажем так страдает потому что вот это все абсолютно никак не фотографируется закончилась это нет это мне не пор салюшин пор салюшин еще не закончится я уж хотела вам пропор салюшин рассказать но он тоже заканчивается вторая бутылка заканчивается я думаю что она будет на следующих банках пустых и у меня уже приехала третья бутылка то есть как бы я думаю что вопрос про любимое средство с салициловой кислотой сразу на этом этапе отпадает закончилась у меня чаще средства гекса клинс у него достаточно короткий состав у него нет никаких кислот составе да то есть там мягкие павы это гель абсолютно без какого-либо яркого запаха абсолютно нейтрального него запах такая среднее пенообразование ну то есть хорошее очищающее средство но я вообще но скажем так не прониклась к нему никакими чувствами то есть не хорошими неплохими то есть это вот как сказать то это вы знаете когда ты болеешь у тебя пропадает обоняние у тебя пропадает вкус и ты ешь ну вроде как насыщаешься да то есть у тебя там не болит ничего после того как ты поел тебя там нет никакого вздутия но ты вообще не понимаешь как бы что то есть что съел и вот здесь то же самое ну то есть как бы ты моешься умываешься и все нету вообще никакого компонента кайфа то есть я все-таки мне кажется у меня самый любимый этап очищения этап ухода это очищение как ни странно да то есть я хоть я обожаю кислоты но вот любимый этап который вот мне вам доставляет удовольствие это очищение то есть мне нравится брать это маслица размазывать там его смывать это вот эту пеночку там гель и так далее и я люблю кайфануть от запаха от текстуры от ощущений здесь вот просто тупо очищалка она мягкая она приятная но в плане что у тебя нет потом сухости и раздражение нет но вообще никакого момента кайфа хоть бы я не знаю там запах какой-нибудь ну интересный добавили там не знали апельсинчика лимончика ну в общем если у вас кожа супер чувствительная вы не любите никакие отдушки вам нужно мягкое очищение которое подойдет на утро и на вечер ну в смысле после гидрофильного масла вот пожалуйста гексаклинс прекрасный вариант но вообще я не понимаю что это такое в плане эстетики дальше закончилась сыворотка медикейт гидрейт в 5 интенс вот такая вот она красиво фиолетовая первую половину баночки использовала я вторую половину баночки использовал муж кстати медикейт это абсолютно унисекс косметика когда мне спрашивают там какую косметику подобрать мужу там или там мужчине папе и так далее на самом деле вот у европейцев мне очень нравится да да и в принципе у азиатов мне кажется тоже просто смотреть по упаковке я вообще не делю косметику на мужскую и женскую ну то есть у нас в структуру ну как бы естественно есть различия между кожей женщины кожи мужчин да у мужчин она чуть более плотная на чуть более жирная но по факту мы все как бы с одной планеты и мы все в принципе плюс-минус как бы одинаковые организмы и естественно кожа мужчин это не кожа инопланетянина то есть вы можете спокойно с мужем делить одну косметику на двоих просто как показывает практика мужчинам не нравятся какие-то супер девчачьи упаковки не на это супер девчачьи отдушки да им нравится чтобы продукты не ощущались на лице вот кстати мне кажется бренды лайс там медикейт они вот вообще полный унисекс то есть они прекрасно зайдут как мальчикам так и девочкам и в принципе эта сыворотка доказала нам обоим было очень комфортно ее использовать я могу сказать что это реально крутая увлажняющая сыворотка то есть это не просто увлажнялка в плане вот гиалуронка да то есть но я не тот человек мне не тот тип кожи которую кому нужна просто гиалуронка да мне хочется увлажнение но мне хочется увлажнение и плюс еще что-то потому что моей коже одного увлажнения будет мало и кожа обязательно нужна себорегуляция обязательно нужна работа с порами с высыпаниями возможными и так далее и здесь вот это вот увлажняющая сыворотка включая в себя и компоненты которые будут регулировать жирность кожи которые могут еще даже поработать немножечко там с порами с высыпаниями и так далее то есть прекрасная сыворотка мне она безумно нравится но как показала практика кожу склонную к сухости она может немножечко все-таки несмотря на то что это гиалуронка да может не хватать увлажнения поэтому просто здесь есть цинк медь насколько я помню так что имейте ввиду ну прекрасная сыворотка в принципе вот у меня сейчас есть топ-2 увлажняющих сывороток увлажняющие сыворотки плюс еще что-то это вот эта сыворотка и от бренда пиесе и зеленая которая называется the most то есть вот эти две сыворотки я вот полюбила несмотря на то что это просто как бы считается как увлажнение но это увлажнение плюс что-то сейчас на look fantastic идет распродажа есть код люкс 27 есть код новый 25 срабатывает и тот и другой на бренд медикейт но половина не доставляется то есть я просто рандомно кидала все продукты в корзину часть продуктов он пропускает до на доставку на россию часть продуктов он не пропускает поэтому пробуйте если вдруг то что вам нравится еще проходит то 27 процентов скидка можно покупать хотя я понимаю что да сейчас там например ценники все равно повыше но классная сыворотка и в принципе если вдруг вы что-то хотели то самое время брать дальше осталось тут на два пшика это мист от бренда derma videos это называется он просто basic тоник сделан германии у него очень короткий состав и я планирую его в осенне-зимний период заказать полный размер потому что мне безумно понравилось мало того что я не знаю я наверное я не я не помню тоник в большой упаковке мне кажется он идет без распылителя без распылителя я может его буду переливать то что у этой вот в упаковке идеальный мист вот идеальный распылитель он вот просто делает идеальное облачко то есть это самая крутая обшиклока которая у меня была теперь переходим к самому тонику классный он я не знаю вот как описать тонер который не просто тонер да то есть ты его наносишь это все-таки бренд который специализируется на корнеотерапии то есть я уже рассказывала о нем бренд который специализируется на восстановление барьерной функции кожи то есть все что связано с корнеотерапии и ты распыляешь этот мист и он создает ощущение на лице такое мягкости защищенности то есть ты не такого что ты трогаешь у тебя есть какая-то липкость тяжесть там или еще что то нет но ты его наносишь и ты понимаешь что кожа настолько комфортно становится она если была вдруг раздражена да то есть у меня вообще очень сильно выручал когда у меня было раздражение недавно причем я там грешу уже не на ретиналь а на другой продукты я буду проводить исследование как только она подходитесь я вам расскажу и когда у меня была тут красная кожа раздраженная был зуд вот вы его наносите и реально ощущение ну вот что отпустила под отпустила стало комфортно увлажненно нету никакого раздражения поэтому ну мне кажется что однозначно это это мист который делает что-то больше чем просто увлажняет поэтому я сто процентов вот у меня уже есть я начинаю вести список как говорится готов сани летом да я начинаю вести список того что я буду планировать на осень зиму я всегда планирую заранее да чтобы не разориться в один момент а потихонечку полномерно разоряться вот и обязательно этот тоник там будет и крем тоже обязательно буду повторять потому что шикардос ниши просто крем дальше закончилась вторая упаковка medicaid clarity peptides ну прям вообще я да я прям уже выжимал он уже хрюкал хлюпал я в общем его выживала до победного самый мой любимый не ацинамид и текстура и ощущение на лице и упаковка это как он работает классно ну то есть не знаю средства потрясающие здесь не ацинамид здесь цинк здесь кристаллит да это пептид который делает кожу более такой сияющий красивый компоненты которые работают на скажем так ускорение вернее нормализацию отшелушивания то есть это еще и борьба с гипергератозом и здесь есть наг о котором мы с вами разговаривали в предыдущем эти тилглюкозамин о котором мы с вами разговаривали предыдущим кремом эфире сбук в бен Alors conex tune и нём очень хорошо работает на осветление то есть этот этот продукт будет работать с имеющимися высыпаниями из пост так не одновременно поэтому однозначно на осень зиму третья упаковка однозначно будет я не знаю где ее достану, но я ее достану однозначно. Или я, не я, как говорится. Закончился неоцинамид от бренда Elisa Skin. Прекрасная упаковка, вот прям вот добротнейшая, конечно, разлагаться я не знаю, сколько она будет, но хотя это стекло, наверное, перерабатываемое. Вот, тяжеленькая, она прекрасное вообще средство. PH 5,2-5,5, это абсолютно нормальный такой нейтральный PH. Здесь 10% неоцинамида, пробиотики, прелестнейшая. Это неоцинамид, который есть неоцинамид, который подойдет только, например, коже склонной к жирности. Есть неоцинамид, который чаще всего нравится больше коже, например, склонной к сухости. Этот неоцинамид подойдет абсолютно любой коже. Вот он настолько кайфовый, он настолько жиденький, быстро впитывается, при этом очень красивое сияние дарит и контролит жирность кожи. Я не говорю о том, что это средство будет убирать пигментацию. То есть это не про это. Я оцениваю все-таки неоцинамид всегда с точки зрения себорегуляции, работы с какими-то высыпаниями, выравнивание тона. Выравнивание тона и отбеливание, это абсолютно разные вещи. Это нужно понимать. Я никогда не говорю про неоцинамид, как он сработал на моей пигментации, потому что слава богу тебе, яйца нету, у меня пигментация, потому что у меня скажем так, фототип от этого отгородил. Он мне подарил много другого, скажем так, не самого приятного, но с пигментацией, по крайней мере, на данный момент я не знакома. Поэтому оценить с точки зрения борьбы с пигментацией я не могу, а вот с точки зрения себорегуляции однозначно очень классная вещь. И он очень комфортный. Но я понимаю, что он очень не бюджетный, поэтому думайте сами, решайте сами, как говорится. И осталось немножечко. Были у меня два пробника. Это средство от бренда Versa Daily Facial Fluid с эротинатом. Классный, мне понравился. Я думаю, что я наверное все-таки его возьму на осень-зиму, потому что в принципе мне нравится форма эротината. Она вообще тоже прекрасная, как эротиналь. Тут у меня уже, наверное, в этих пробничках-то ничего нет. Не могу показать. У него такая достаточно легкая кремовая текстура. И он достаточно хорошо держится на коже. То есть он у меня никуда не сползает, ничего там не скатывается. И при этом достаточно хорошо контролит жирность. То есть на лето я уже не буду брать, потому что с ретиналем вот у меня остался вот Сесдерма. Я его закончу и, скажем так, делаю перерыв. И уже в следующий раз я, наверное, вернусь к ретиналю, коррелетинату, все, что там я выберу, уже там осенью, скорее всего, ближе к зиме. Но вот это средство мне прям приглянулось. Цветенник у него, конечно, тоже конский, как у всего Верса. Но посмотрим. И предпоследняя баночка, у меня нога затекла. Предпоследняя баночка это дневной крем от бренда Elisa Skin. Зелененький он у них один, с диоевой кислотой, с антимикробными пептидами, противовоспалительными. В общем, прелесть прелестная. Однозначно на мультиламиллярные эмульсии, как и их дневной крем с пептидами. Ну, как вы понимаете, мне понравилось. Все, у меня лежит новая упаковка на лето. Ну, я не знаю, что еще сказать. Я могу прям в любви к нему признаваться очень долго. Однозначно прям вот, ну, классный крем. То есть это, наверное, все-таки один из моих самых-самых-самых любимых кремов. И рада, что у меня есть новая упаковка. Промискиппер у меня, мне кажется, еще хватит его. Я сейчас не каждый вечер его использую, поэтому, мне кажется, на месяц-полтора, может, даже два. Потому что ты никогда не знаешь, когда там уже закончится. Потому что тебе кажется, что он уже сдулась, но все равно там что-то есть. Поэтому я думаю, что вот как раз-таки он у меня к лету закончится. И осенью я прикуплю третью упаковку. То есть у меня, видимо, осенью будет все, что пошло по третьему кругу, скажем так. А вот летом буду с удовольствием использовать этот кремушек тоже. И закончился у меня санскрин от бренда Доктор Сьюрикл. Цико Регин. Антидаст. Это санскрин на химических фильтрах нового поколения, который, как и пьюрита, был, скажем так, запятнан той самой историей, когда обнаружили, что в пьюрита SPF не 50, а там сначала сказали SPF 17, потом проверили, сказали нет, SPF 28 там с копейками, ну, то есть примерно SPF 30, да. Я не знаю насчет ответки, скажем так, Доктор Сьюрикл, но пьюрита свои санскрины, скажем так, сняли с производства. Они не будут больше сотрудничать с заводом, который вот делал эту формулу, потому что они все делались в одном заводе примерно плюс-минус по одной формуле. Они будут, скажем так, его переделывать. Ребята молодцы, и я вообще не вижу никакого смысла там кидать в них тапки и помидоры и говорить, что вот они нас обманули и так далее. То есть ребята делали все на заводе с достаточно хорошей репутацией, это был достаточно большой завод, и, ну, они не обязаны были, да, или не было у них людей, которые бы стояли над душой технологов и проверяли эти формулы. Поэтому, ну, так получилось, так получилось. Я пользовалась и этим санскрином, и пьюрита, я пользовалась и на море, и я со своим вторым фототипом не сгорала. Да, то есть, когда я их обновляла регулярно, ну, то есть, например, если я на пляже, на пляже мы обновляем любой санскрин, да, то есть, если мы в городе, вы можете его не обновлять, потому что на новых фильтрах, я не сгорала. То есть, для меня это показатель, то есть, SPF хотя бы 30 там точно есть. И говорить о том, что давайте их выкинем в мусорку, сожжем на костре и так далее, я не вижу в этом никакого смысла. Ну, да, ложки нашли, осадок остался, но со факта того, что этот продукт кожи не вредит, да, то есть, он, ну, да, в нем нету SPF 50, есть SPF 30, но SPF 30, это тоже абсолютно достаточный уровень. То есть, естественно, например, сейчас рекомендовать вам идите покупайте, я не буду, потому что, ну, кто-то, может быть, не слышал про эту ситуацию, да, и будет думать, что там SPF 50, возможно, SPF 50 для него это принципиальное, как бы, значение, которое должно быть. Я в новом, скажем так, сезоне, у меня будут другие санскрины, которые, скажем так, более проверенные, более ответственные в этом плане, но, еще раз повторюсь, что у меня осталось два санскрина из той истории, там, Keep Cool и Be Lab, я буду их использовать, но, скорее всего, просто на море я и на тело их спокойно использую, да, то есть, не проблема, у меня много санскринов, а для лица у меня будет, грубо говоря, отдельная категория. После вскрытия санскрины годные 12 месяцев, отвечаю на ваш вопрос. Ну что, все, не так много у меня было пустых банок, но, все-таки, было, накопилось немножечко. Так, давайте я отвечу на вопрос, который... А, ну, это не вопрос, здравствуйте, здравствуйте. сейчас перемотаю, если вдруг были какие-то вопросы, да, и поотвечаю. Может, у вас есть какая-то легкая тема. Я готовлю для вас одну интересную тему, будем с вами долго, муторно ее обсуждать. Сегодня у нас такое будет, на лайте. так, налог фантастик, тоже есть чербет фармаси. Ну, я не знаю, я в последний раз, когда смотрела, там еще его не было в наличии, ну, то есть, я его покупала там, но потом куда-то еще, может, уже обратно вернули в сток. Про ваш уход при посещении бассейна. Ну, кстати, история с бассейном накрылась быстрым медным тазом, потому что мы с подругой поняли, что вообще бассейн это вообще не наша тема, если честно. Там свободное плавание у нас начинается всегда без 15.08 вечера, и я в это время уже обычно сплю, то есть, для меня это было дикое испытание, я, ну, в общем, эта плавная история сошла на нет, но как делала я? Я приходила в бассейн вечером, я не умывалась перед бассейном, то есть, у меня на лице всегда был крем на ламиллярной эмульсии Dromovigials, и я так и шла плавать, потому что, если бы я умылась и в свою голую кожу пошла бы плавать, хлорка превратила бы эту кожу в печаль, печальная, а так и плавала с барьерным кремом на лице, выходила, умывалась, наносила и в свой уход шла домой через дорогу. Ой, спасибо за умничку, мне прям приятно. Что скажете про бренд Барбара Штурм? Барбара Штурм, ну, в теории и тетенька умная, и задел неплохой, но как-то не привлекает меня Барбара Штурм как-то вот совсем. Ну, есть просто бренды, о которых вы меня очень часто спрашиваете, я каждый раз, когда я вот собиралась, когда я собирала себе уход на лето, в общем, я мониторила много брендов, о которых вы мне постоянно спрашиваете, там были и с Клиникал, и Космедикс, еще что-то, ну, то есть, когда тебе предлагают что-то на обзор, да, мне до сих пор часто пишут в магазины, и приходится каждый раз объяснять, почему я не беру, почему я не слон, да, вот, когда тебе предлагают на обзор, это одно, да, то есть, ты можешь выбрать, и по факту, понравится, понравится, не понравится, ну, в принципе, не страшно, да, когда ты, грубо говоря, у тебя есть твой бюджет, и будет не очень приятно, когда ты потратил, там, энную сумму денег, да, все эти Клиникал, Космедикс, и так далее, стоят дорого, и они, скажем так, тебе не подошли, будет мучительно, больно за потраченные, скажем так, бабосики, которые ты с трудом заработал, поэтому я сейчас очень ответственно подхожу к выбору новых продуктов, и очень тщательно, скажем так, их отбираю, и ничего меня не привлекло, то есть не было ни одного средства, на которое бы мне хотелось вот взять и потратить свои бабосики, то есть, ну, может быть, мне когда-нибудь попадутся пробники, я попробую, и вот прям вот влюблюсь в текстуру, да, например, как вот сверца вот этим вот дневным флюидом, но пока что ни Барбара Штурм, ни Космедикс меня не привлекают, Skin Doctors тоже, я даже не слышала, если честно, про этот бренд, где вы сейчас заказываете Clarity Peptides, но Look Fantastic нет уже долгое время, а нигде, ну, в смысле, я его когда заказала, это был Look Fantastic, сейчас я его не заказываю, но посмотрите на Cool Beauty, вот когда волосы у меня только высохли, я их не укладывала, у меня все время на голове полный трэш, но естественность как она есть, мамочка моя, посмотрите на Cool Beauty, есть еще Medi-Kate на сайте, как он называется, Skin City, Skin City, да, это шведский сайт, но там, насколько я помню, даже дороже, смотрела ваши обзоры на Verso Blemish Fix, верно поняла, что вам он понравился исключительно в паре с Promise Keep, да нет, он и без Promise Keep мне бы тоже подошел, ну то есть в паре с ним, да, они вообще хорошо работали, но нет, Blemish Fix мне понравился, ну как, вот сейчас, используя Sysderma Retinale, до этого у меня был Blemish Fix, и вот в промежутках, ну то есть я переходила опять на Medi-Kate, я могу сказать, что Medi-Kate все-таки мне понравился больше, на следующий сезон я планирую, я в принципе, поэтому, наверное, немножко буду рада, если все-таки, да, у нас появится официальный представитель, потому что я хочу черный эротинат, но заказывать его из-за границы проблематично, потому что мне придется платить за растаможку, ибо он стоит дороже 200 евро, поэтому я вот на следующий сезон планирую эротинат и, возможно, Crystal Retinale 20, но я еще подумаю, если честно, но десятку точно я хочу, а вот двадцатку я, конечно, все-таки подумаю, я подожду отзыв Кристины Обломской, и там уже тогда точно решу, вот, поэтому я буду, конечно, рада, если у нас Medi-Kate появится официально в России, я смогу его купить здесь, не платя за растаможку. Так, ну как быстро портится SPF, я рассказала. Более проверенные санскрины это какие? Вы можете посмотреть пост предпо... Нет. Ну вот, он совсем недавний, про мой летний уход. Там представлены санскрины, которыми я буду пользоваться для лица в этом сезоне. В Украине санскрин не найти, он тоже пошел на обновление. Ну, я очень надеюсь, да, что ребята... Во-первых, это станет, скажем так, все, что не делается, все к лучшему. Да, то есть это станет поводом для того, чтобы проходить проверки более тщательно. И, ну, и для ребят как бы повод обновить, почему нет, почему бы и нет. Можно ли использовать Medi-Kate Clarity Peptides и Promise Keeper летом? Можно. Versa Cleanser. Нет, Versa Cleanser я еще не использовала, потому что у меня все лежит... Я сейчас... У меня уже, наверное, годами выработанная стратегия. Я не открываю средства, пока у меня Оля его не отфотала, потому что приносить Оле уже заляпанное средство, в котором чего-то уже нету, это потом мучение для нее, чтобы сделать красивую фотографию. Поэтому я креплюсь, держусь. сначала я фотографирую банку, потом я ее открываю. Мне вот осталось по факту, чтобы пришло две баночки моего летнего ухода. Вот они придут, я все отфотаю и прям начну поливаться новыми банками. Какой витамин С любите? Я вообще не фанат витамина С. Ну, это не потому, что он плохой, это потому, что, ну, как-то это не про меня история. Нравится Pharmacy, нравится Сиускин, нравится Стратия, Таймлесс двадцатка. Ну, Игорь, не фанат. То есть, у меня давно нету в ходе моносывороток с витамином С. Привет, Ю. Сиускин, витамин У, Крим, тоже на МЛИ. По-моему, нет. По-моему, не на ламиллярной эмульсии. А здесь клиникам мучительно больно. За двадцать тысяч купила набор миниатюр. Вообще не понял. Ну, блин. Вот. Я тоже смотрела, смотрела составы и как бы и думала, ну, может быть, и это попробовать. Потом думаю, да на кой оно мне надо, если как бы я... Ну, вот SkinCuticals меня привлекло три продукта. Да, причем линейка мне очень нравится, как она называется. Age Blemish Age или Age Blemish. То есть, у тебя и морщины, и прыщи. То есть, вот линейка для тебя. На тебе линейку от морщины, от прыщей, как говорится. Вот, буду пробовать. Надеюсь, не разочарует она меня. Holyland Academy. Ну, Holyland, Кристина, Biologic Recher. Мне кажется, я уже много раз об этом говорила в Stories и скажу, наверное, здесь уже последний раз. Мне кажется, что эти бренды морально устарели. То есть, они в 21 году, они не актуальны. Они не уникальны. Да, то есть, они были крутые, интересные, актуальны там, ну, 15 лет назад, ну, 20 лет назад, когда они там появились. Но не сейчас. То есть, сейчас я бы даже бесплатно бы не стала ими пользоваться. Я не говорю про то, что как бы их покупать. какие новые санскрины планируете? Последний пост про мой уход. Я же все уже спойлер вам выкинула. Я же даже картинки показала, название показала. Есть кислоты, действенные на сайте Style Korean. Вы, слушайте, я уже давным-давно не заходила на Style Korean и я не помню, какой там сейчас вообще ассортимент. Мне кажется, есть пилинги неплохие у Medipill и Dermamason. Что-нибудь сказать о Genosis? Genosis я, скажем так, изучала вдоль и поперек, составы смотрела, читала отзывы, хотя я вообще не фанат читать отзывы. Но тут я думаю, блин, надо, я просто не могла для себя ответить, хочу я его купить или не хочу я его купить. Вроде я определилась с двумя средствами. ну, то есть, люди, которые, скажем так, мнение которых для меня актуально, потому что у нас совпадало мнение, писали мне, что это вообще ни о чем. И я решила, что я свои деньги однозначно тратить не хочу. То есть, мне его настоятельно раз в неделю, наверное, предлагают на обзор, но дайм. Genosis прошел мимо меня. Фито-С, Силена, витамин С стоит рассматривать? Я не знаю, честно, я не знакома с этой сывороткой, но, в принципе, фито-Си неплохие сыворотки, дорогие, как крыло от самолета. Я уверена, что они не уникальны, то есть, что такого вы больше никогда в жизни не встретите. Нет, я думаю, что и встретите, но ценник конский. Всегда, пожалуйста. Можно сыворотку с витамином С использовать под глаза? Ну, смотрите, зависит от кожи под глазами и от сыворотки. То есть, если у вас сухая чувствительная кожа, тоненькая, под глазками, а вы возьмете витамин С и будете аккуратненько сюда втирать, будет не очень хорошо. Поэтому надо смотреть конкретно кожу, конкретно витамин С. Сиюскин, пептидная для возрастной кожи, хорошая, хорошая. У нее там, если мы говорим про сыворотку, которая с витамином У, там Синейк, хороший, миорелаксант. Так, повторите прокол, прокод. Это вы имеете в виду промокод на Лук Фантастик? Давайте я вам напишу люкс 27 и новый 25. Они иногда срабатывают на разные бренды. Но все равно нужен только один. У меня, конечно, есть свой код Фурман, но он даст намного меньше скидку, поэтому я даже не предлагаю вам его вводить, потому что в любом случае мне с этого кода вообще ничего не капает. То есть так что вот вам коды, которые дают хорошую скидку. Вот я лично сегодня проверяла люкс 27, он работает. И новый 25 он работает. Но тут вопрос, попадают ли продукты, которые вам нужны, в перечне того, что нам отсылают. На носу черные точки ничем не убираются, кислоты не помогают, перепробовала много. У меня неправильный уход в целом. Ну, смотрите, я не знаю, черные точки у вас или стальные нить, потому что я никогда не видела вашу кожу. Кислоты не помогают. Какие кислоты? Может, вы пиечей кислоту пробовали, естественно, не помогает. Неправильный ли у вас уход, я не знаю, потому что я не видела ваш уход. Поэтому, если вдруг, ну, у меня сегодня хорошее настроение, если вдруг вас действительно волнует эта тема, пришлите мне фотографию своего носа и свой уход. Я вам скажу, правильный он или неправильный. Может, у вас там циальные нити, вы их пытаетесь вывести, они не выведутся. Ну, как бы, просто нужно расслабиться. Как вы считаете, дифирин, гель и умывалку должен назначать косметолог или дерматолог? Ну, смотрите, дифирин это лекарственное средство, то есть, это лекарственный препарат, который продается в аптеке. Лекарственные препараты косметологи обычно не назначают, но если у вас косметолог, который, скажем так, вот я хожу к косметологу, которая по первому образованию дерматовенеролог, дерматолог, грубо говоря, да, то есть, по факту, она имеет право мне порекомендовать дифирин, ну, если вдруг он мне нужен, да, а если вы приходите к косметологу-эстетисту, у которого нет медицинского образования, то есть, он может вас просто кремушком намазать, и он говорит, сейчас я тебе ее там пропишу, на тебе там, дифирин, на тебе системные летиноиды, ну, нет, ну, вообще, конечно, все-таки, когда мы говорим про дифирин, это лечение акне, и лечением должен заниматься дерматолог, но найти качественного дерматолога, как показывает практика, у нас в России, да и в принципе за рубежом такая же ситуация, найти грамотного дерматолога достаточно тяжело, и многие грамотные дерматологи в свое время переучились, переквалифицировались, да, в косметологов, поэтому, ну, если смотреть абстрагировано, то, конечно, это все-таки прерогатива дерматолога, но если смотреть реально на жизнь, не на только на черное, на белое, да, что жизнь, она все-таки разная, если вы ходите к специалисту, у которого есть соответствующее образование, ну, и без разницы, что он у вас работает там, косметологом, где-то в салоне красоты, вы ему доверяете, у него есть необходимая квалификация, почему бы и нет, надеюсь, я вас не запутала, манию с бифидобактериями, пользуюсь где-то три недели, что-то ничего не заметила, только появились красные и полючие прыщи, мог ли тоннеры это спровоцировать? Мог, мог, но тут вопрос, пользуюсь и ничего не заметила, а что вы хотели заметить за три недели от тоннера? То есть, за три недели от тоннера вы, ну, как бы не заметите ничего, то есть, все-таки тоннер это такой этап ухода, который, ну, он кардинально, да чтоб тебя, он кардинально кожу не поменяет, если дымовенок кузя, конкретно, конкретно дымовенок кузя, вот видите, я настолько с вами сроднилась, что я даже волосы не стала выпрямлять, это говорит о моей безграничной любви к вам и доверии, и сегодня как раз посмотрела Катя Конусова там вышла в видео, я забыла, как зовут девушку, если честно, я все время ее встречала на ютюбе, но вот они сняли видео о комплексах, и на самом деле, да, они такие правдивые вещи говорили о том, что даже если ты, например, тебе все нравится, но если ты блогер и тебе подписчики каждый день пишут там, что у тебя там грузикривые зубы, да, ты начинаешь об этом задумываться, поэтому они говорили, что хвалите своих блогеров, сварите блогеров, ой, сварите, господи, говорю, сварите нас всех в одном котле, нет, хвалите блогеров, да, которые вам нравятся, потому что на самом деле, но нет, я не могу сказать, что вот то количество людей, которые написали мне про мои кривые зубы, как-то так сильно меня задели, мне кажется, что эта ситуация, наоборот, помогла мне понять, что это, это меня не волдует, то есть, да, мне кажется, что если бы это искренне где-то сидело во мне, я бы, наверное, все-таки уже психанула и побежала ставить брекеты, но как-то я поняла, что да, есть люди, которым я не нравлюсь, я сама знаю, что у меня есть недостатки, да, у меня там не худое, натянутое лицо, там, и так далее, то есть, да, есть у меня, у меня есть, скажем так, к чему придраться, но, как показывает практика, вас адекватных и понимающих намного больше, и для меня это самое главное, поэтому к вам я могу со спокойной душой выйти и без укладки, и без макияжа, и в футболке, в домашней, я знаю, что вы у меня классные. А бывают ли у вас сейчас осыпания? Да, у меня практически два месяца была просто идеально чистая кожа, сейчас вот у меня, видите, где-то, ну, где-то, ну, где-то, маленькая прыщечка, и вот тут вот маленькая точечка, но это, конечно, вообще по сравнению с тем, что у меня было раньше, это просто небо и земля, потому что раньше у меня стабильно месяц я ходила, просто весь подбородок был в этих несчастных прыщах, а сейчас, при учете, что у меня как бы не самые прекрасные дни в месяц, да, обычно, когда кожа из серии высыпает все, что может высыпаться, то я считаю, что для таких дней две вот эти вот звездюльки, это вообще абсолютная фигня, потому что, ну, это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше, поэтому я считаю, что все зачетно. Спасибо. Поделитесь, пожалуйста, мнением о креме для лица с ретинолом Мьюз. Хочу купить, но не уверена. Ну, смотрите, это просто, это не рассматривайте это как средство с ретинолом, только, да, то есть, ну, не надо. Это не ретинольный, скажем так, продукт, это просто крем, он неплохой, он достаточно приятный, причем, кстати, крем для глаз, который у них идет тоже в такой конской банке, вот он для лица даже будет более комфортный, чем их крем для лица из этой же линейки. Хорошо, достаточно увлажняет кожу, ускоренную к жирности хорошо, жирность контролит, да, то есть, себорегуляция, ну, то есть, на этом все, ну, то есть, это не, ну, не, ну, как, это не ретинол, это просто крем, на котором написано крем с ретинолом. Как боролись с прыщами? Как я боролись с прыщами? Я, я думаю, что здесь заслуга, скажем так, трех основных вещей, да, три кита, которые, которые хорошо повлияли на мою кожу. Первый момент, это то, что я сократила свой уход, прям, от этого бьюти-блядства несчастного я, наконец-то, ушла, и слава тебе, яйца, потому что это вообще не для моей кожи. то есть такой вот бьюти-разврат, который был раньше, когда там просто вообще было сто пятьсот банок, они постоянно менялись, да, вот это вот, и вот это вот блогерское оправдание, что я блогер, я должна тестировать много средств, тра-та-та, то есть, ну, как бы, кому ты должна? Ну, по факту, ты никому ничего не должна. И я, в принципе, считаю, что если ты как человек, как специалист, достаточно грамотный, то, ну, то есть, не нужно вот этого вот бесконечного потока конвейера этих банок. То есть, я в какой-то момент, когда начала отказываться от этого количества, у меня промелькнул такой, знаете, легкий момент страха, что, вот я сейчас перестану тестировать банки, и, возможно, кому-то я стану неинтересна. Но я просто поймался на мысли, типа, камон, Элис, о чем ты вообще говоришь? То есть, если человек смотрит тебя только потому, что у тебя здесь конвейер бесконечный, то, как бы, ну, значит, грош цена. То есть, значит, человек не ценит ни тебя, ни твои знания. И вот, как только я поймала себя на этой мысли, этот страх того, что я должна кому-то что-то, он сразу улетучился. Потому что я поняла, что, знаете, это как с Бузовой, мои люди всегда со мной. Я считаю, что, ну, все-таки мы доросли до того уровня, когда мы можем, да, нет у меня тут бесконечных банок, но я думаю, что здесь много всего интересного и помимо них. И иногда у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу блогеров, которые просто нещадно, там, им надо попробовать бесконечно, там, в месяц 50 банок, потому что у них обзоры горят, они отзывы должны, а эти банки, им не по типу кожи, эти банки, им вообще никуда не уперлись. И ты смотришь и думаешь, господи, эти мыши плакали, но продолжали жрать кактус. Поэтому, к чему я это? К тому, что первый шаг, который я сделала на пути к избавлению все-таки от этого бесконечного надрыва кожи, это то, что я реально сократила количество банок. То есть, те, кто со мной, ну, хотя бы, там, года-два, понимают, что количество банок сократилось, наверное, ну, раз в 10. Ну, то есть, реально, у меня никогда не было такого, что я там на полгода себе 4 сыворотки купила, там, 2 на утро, 2 на вечер, да, и то есть, как раз за полгода я их использую. Второй момент, он вытекает из первого момента, то есть, я перестала чередовать средства. То есть, я раньше как говорила, ну, вот у меня всегда утром не аксинамид, я просто, как бы, чередую продукты. Даже просто, как бы, чередовать разные продукты, это нехорошо, так делать не надо. То есть, надо брать один продукт и его использовать, ну, там, энное количество времени, хотя бы месяца 2, да, то есть, один продукт каждый день в одно и то же время, и тогда, действительно, это срабатывает, а не так, что сегодня я возьму этот не аксинамид, завтра я возьму этот не аксинамид, а послезавтра я шлифану это третьим не аксинамидом. Нет, это так не работает. И, кто вам так говорит, это все ложь, развездеж и провокация, как говорится. Ну, и третий момент, да, я думаю, что и курс с ретиналем тоже повлиял на то, как выглядит сейчас моя кожа. То есть, да, я сейчас его закончу, я планирую дать коже отдохнуть, но я думаю, что 3-4-5 месяцев, сколько там пройдет, этого абсолютно достаточно, потому что ретинал, это, ну, не третинаин, да, грубо говоря, вы можете там делать перерыв, ну, от 3 до 6 месяцев абсолютно спокойно. Меньше, конечно, не надо, но и больше тоже не обязательно этот момент. Этот период летний, я пересижу на легких кислотах, которые я для себя выбрала, то есть, я не планирую отказываться от кислоты, ретинола прям напрочь на лето, потому что, ну, у меня та кожа, которая, скажем так, на одном неоциномиде при всем желании не вылезет, да, то есть, все равно нужно поддерживать ее либо кислотами, либо ретинолом. В осенне-зимний период кислот у меня было, на самом деле, очень мало, я могла вообще, за неделю вообще не использовать никакого кислотного средства, могла, вот когда у меня был период обострения, я использовала только салициловую кислоту, то есть, АХ кислоты я практически не использовала, очень-очень редко я использовала элайзовскую сыворотку перед выходом. Летом я планирую сделать именно, скажем так, сменить акцент с ретинола на легкие кислоты. Все это будет, естественно, в вечернем уходе, все это будет, естественно, в адекватных концентрациях, и все это будет, естественно, с СПФ с утра до вечера, поэтому ну вот такой вот у меня был примерно путь от, я не могу сказать, что у меня была акне, я не могу сказать, что у меня была там вся кожа в прыщах, нет, но стабильно в месяц у меня могло быть по 5-6 таких прям красных неприятных прыщей в зоне подбородка, поэтому сейчас этого нет, то есть, там какая-то маленькая зузулька, это абсолютно вообще не то пальто, которое было раньше. по вашему совету купила Тодор по Солюшн, пользуюсь больше месяцев, уже недели две в Испании вообще нет. Тонер, вообще согласна, тонер огонь, бомба, пожар, все, все, что хотите, он реально очень крутой, и третий раз я его покупаю, и мне кажется, что вот пока его не снимут, производство, я надеюсь, не снимут, я буду его покупать, то есть, это не просто салициловая кислота, это, салициловые кислоты я перепробовала, ну реально огромное множество, то есть, прям вот, ну, мне кажется, у меня была батарея банок с салициловой кислотой, и именно вот этот тонер, видимо, за счет еще бутилового кодата, который туда входит, он прям вот запал в сердечко. Что можно сказать о санскрине MediPill BioCell? Я не помню, это, по-моему, старый какой-то санскрин, он уже, мне кажется, неудачный. Здравствуйте, что можно взять девочке 12 лет, прыщики, что можно взять более бюджетный вариант. Посмотрите, пожалуйста, в поиске Furman, нижнее подчеркивание, teens, на английском, на английском, да, и там выйдет прям подборка для подростков, там есть. Не слушайте злых и желчных людей, у вас очень приятно смотреть слушать. Да я, честно, прям вот, перестала уже так сильно. По-первых, конечно, когда, ну, то есть, для меня начать вести блог, это было такое, прям, очень внутреннее, серьезное испытание, потому что я очень стеснительный человек. Я общительная, мне нравится общаться с людьми, знакомиться, но я очень стеснительная. И вот сейчас, пересматривая свои старые первые stories, я понимаю, что у меня настолько тихий, настолько забитый, зажатый голос, что мне было как-то даже страшно разговаривать. Когда я приняла решение снимать stories с лицом, я очень долго к этому шла, мне прям было тяжело записать себя на камеру. И тогда, прям, наверное, полгода мне долбили постоянно про зубы, про зубы, про зубы. И я прям даже один раз плакала, я расстраивалась, думаю, да почему, да вообще, какого хрена людям надо до моих зубов, там, и так далее. Сейчас вот новая фишка людей, сколько ты зарабатываешь, ну как-то я уже так спокойно к этому отношусь, а вот зубы, прям реально, конечно, мне казалось, что ну это фу, это некрасиво, это неэтично спрашивать у людей. Потом я расслабилась и думаю, да ну и хрен бы с ними. И как только я расслабилась, как только я перестала об этом думать, люди перестали об этом спрашивать. Ну да, там бывают какие-то залетные, но ты к этому уже относишься, и говори, чувак, это прошлый век, давай что-нибудь новенькое, давай что-нибудь интересненькое про токсичную женщину. Поэтому все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И эти токсичные люди прямо туда же залетают. Что пробовали от Перекона МДИ? У меня есть недавний пост, можно чуть-чуть-чуть пролистать вниз, там будет пост о всех продуктах от Перекона МДИ, которые я пробовала. Я пробовала два кислотных средства и линейку серии Акне. Хорошие. Насчет точечного андалу. Вы показывали в сторис, работает с папами. Работает, кстати. Я обязательно про него расскажу в летнем уходе, он у меня остается. И я им как раз-таки мазала вот эту штучку и вот эту маленькую пипулечку. Классное средство. Я прям не ожидала. Честно. Я все время на него смотрела и думала, ну, херня какая-то очередная. Но вот что-то как-то прониклось. Думаю, если уж я беру умывалку, тонер возьму еще это точечное средство. Ты его когда наносишь, это легкий гель. Он впитывается в нулячину, нет никакой корочки, ничего не липнет, ничего не соскальзывает. Он прям так хорошенечко прижигает. Но нет такого потом, как вот бывает после медика соцгеля, что краснеет, что может потом облазить, шелушиться. Такого нет. то есть, здесь вот как-то вот прижгло на несколько секунд, ну, секунд 30-40. Потом отпустило и реально очень круто. Нету потом красного пятна, ничего не облазит и при этом очень хорошо сдувается. Поэтому мне прям понравилось однозначно. Какой лучше выбрать с Крис, это наверное, санскрин для проблемной кожи. Предпочтительнее будет на оксиде цинка или современных химфильтров у нас бутилово когда там. Слушайте, можно и то, и то, честно. Я выбираю всегда на химфильтрах, потому что ну, это защита и получше, то есть, вы ее не просто так не сотрете, да, нету никакой белесости, не сушит ничего. Поэтому можно посмотреть из того, что у меня было раньше, ну, там в основном, конечно, те санскрины, которые сейчас, скажем так, попали, да, в черный список. Ну, такой условный черный список. Мне сейчас нравится очень медик. Я заказала второй еще у них такой дневной крем. Я бы сегодня тестировала у себя на лбу, кстати. Я мыла голову, у меня намок лоб, и я такая думаю, это, наверное, шанс потестировать новый санскрин, который в круглой банке. У меня вот здесь вот новый санскрин, я его тестирую, да, по ощущениям. Но он вроде, знаете, такой в баночке, в смысле, он такой, как легкий мус, но он такой ощутимый на лице, и многие говорят, что все-таки лучше его для кожи склонны к сухости. Ну, может быть, может быть, но пока что мне нравится. Попробую его потом на все лицо. Какой крем пользуете вокруг глаз? Посоветуйте вокруг глаз, если есть морщинки 33 года. Спроси у человека, который не пользуется кремом до зоны вокруг глаз. У меня есть подборочка. Очень я ей горжусь, потому что я как человек, который не использует крем до зоны вокруг глаз, для меня это было очень тяжело. Подборка практически теоретическая, потому что на практике я очень мало всего попробовала, так что посмотрите, там хэштег фурман глаза. Фурман, нижнее подчеркивание глаза. И там будет и теория, и практика. Я, честно, нет. Да, есть у меня обзор. SPF SunKiller я не пробовала. Не пробовала. Там, насколько помню, микс химики и физик. Ну, в теории неплохо. В YouTube блястово. Ну да. У вас все равно очень много банок. Ну, да, у меня больше банок, чем у обычного человека. Но при этом ко мне постоянно кто-нибудь приходит в гости, у кого закончилась масло, пенка, тонер или еще что-то. Я всегда кому-то это отдаю. Да, больше, чем у обычного человека. Но есть обычные люди, у которых больше банок, чем у меня. Поэтому как бы, ну, главное, что я придерживаюсь своей четкой схемы и меня не шарахает в разные стороны. Поэтому пускай будут. Перерешите, что я постоянно кому-то что-то дарю. поэтому я всегда беру с запасом. Ретинол летом нет. Ретинол наверное все-таки я бы нет, а вот ретиноль пожалуйста. Но только если вы ну скажем так уже к лету подходите как минимум с тремя месяцами курса. Не так, что вы в лето его начали. Как я питаюсь? Накладываю еду в тарелку, беру вилку и кушу. Не могу сказать, что я на ПП, на ММ, на ЖЖ. Нет, я еду все, что хочу. Стараюсь есть три раза в день. Утром, днем, вечером. А иногда я ем много и не самой полезной еды. Иногда я ем много и полезной еды. Иногда я ем мало. В общем, скажем так, я пищевая блудница. Но у меня нет такого, что я чипсы заедаю газировкой каждый день. Нет. Я могу их поесть, когда мне охота. Например, с девчонками сидим, отдыхаем, играем в лото. Мы же все-таки взрослые, сильные, независимые женщины. Мы играем в лото. Я тут, кстати, выиграла 300 рублей в лото. Я прям азартная женщина. Играем в монополию и периодически хрустим чипсиками. Ну, то есть я не гуру там в одной руке лист салата, в другой киноа. На голове у меня чашка фруктов. Нет, я не из этой оперы. Очень поздно начала уход за лицом. Конкретно ни у кого не брала рекомендации. Хотела бы узнать, с чего начать. Мне 43, кожа сухая с мимическими морщинами. начать. Вы поставили меня в тупик. Начните. Вы можете посмотреть мои бесплатные вебинары. Я уже, конечно, всех задолбала с ними, но вы можете посмотреть. Там как бы есть отправные точки, как построить свой домашний уход. Можете записаться на консультацию. Я вам расскажу лично. Ну, то есть вариантов много. То есть вы либо берете и изучаете самостоятельно пласт определенной информации, либо я всегда перед тем, как вести платные консультации, я именно поэтому надавала базу бесплатную. Я вообще сторонник того, что если ты предлагаешь платные продукты, то у тебя всегда должна быть, вернее, у человека должна быть альтернатива. Он приходит к тебе, и у него есть выбор. У него есть выбор изучить большой пласт информации бесплатно. Я в свою очередь всегда так делала, то есть я приходила и изучала просто все, что мне дают бесплатно. Потом, если я понимала, что мне этого не хватает, я шла, например, на какие-то платные продукты человеку, либо есть люди, у меня очень часто, они приходят уже третий, четвертый раз, они говорят, Алиса, ну мне некогда изучать, ну серьезно, я работаю, мне некогда. вот у меня есть задача, дай мне пожалуйста ответ, я не хочу ничего читать, то есть если вы хотите, пожалуйста, бесплатного моря, можно прям вот надолго зависнуть. Крем новый с издармассой с ретиналь, если да, то как впечатление? Новый, в смысле тот, который у меня, или новый какой-то, который у них вышел? Тот, который у меня, ну я привыкла, я привыкла к этому запаху, у меня единственный к нему недостаток, вернее претензия, это запах. Вот я отвыкла от этих, знаете, супер парфюмированных отдушек, каких-то бабушкиных одеколонов, но я уже к нему так приноровилась, привыкла, текстура у него очень комфортная, гелевая, все прекрасно, мне нравится. Ну то есть, если так вот откинуть, да, запах, то все в нем хорошо. Кстати, я тут узнала, что версия плюс от обычной версии отличается лишь количеством салициловой кислоты. Я почему-то думала, что количеством ретиналя, нет, и в обычном геле, и сесретиналь плюс, там 0,15%, там и там. Различие только в количестве салициловой кислоты. Пор Солюшн от какого бренда? От бренда Реджу Ди Кея. Вот так вот он пишется, если вдруг вы увидите, я не знаю. Реджу Ди Кея. Пор Солюшн. Ежедневно можно использовать Пор Солюшн. Ну, все зависит от кожи, но в принципе есть моменты, когда да, можно. В каком возрасте нужно начинать делать мезотерапию, биоритализацию? Можно и без нее прожить всю жизнь. Особенно, если ваша кожа склонна к отекам, вы поверьте мне, вы проживете без нее всю жизнь. Ну, то есть, как бы, это необязательный, скажем так, номер кардебалета. Обязательно сохраню. Откуда вообще берутся такие люди идеальные? Да, 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 да. Нет, ну, знаете, откуда берутся люди? К сожалению, к сожалению, эти люди берутся, и инстаграм сам по факту с наличием фильтров, да, это уже представят многие психологи, пластические хирурги, да, то есть, что вот это наличие фильтров в инстаграм, оно, да, для кого-то это фан, да, там, я не знаю, переодеться в космонавта, заячьи ушки, там, но для многих людей это ловушка, в которую они попали, когда вот ты открываешь инстаграм, и там вот эти фильтрики, и ты думаешь такой, ну, что фигня, блин, наложу я этот фильтр, да, и он делает тебя просто нереальной красоткой, то есть, у тебя там скулы вот такие, там, да, там у тебя глазищи вот такие красивые, губы надутые, тон лица вообще ровный, и ты смотришь на себя, и тебе, конечно, нравится, и люди смотрят на тебя, им кажется, блин, такая идеальная картинка, но один раз так делаешь, два, второй раз ты так делаешь, и третий раз, когда ты открываешь инстаграм, и видишь себя, а не себя в фильтре, тебе кажется, что ты уже какая-то не такая, да, и ты уже не можешь отказаться от того, чтобы использовать этот фильтр, а если ты его не используешь, то подписчики, которые тебя все время видели с этим фильтром, какая бы ты и красивая не была, да, то есть есть девушки, которые, у них особая внешность, да, она не симметричная, но они особые, они достаточно красивые, но они загнали себя в ловушку того, что без фильтра видны все их недостатки, то есть как только ты убираешь фильтр, ты начинаешь видеть, ага, вот здесь у нее там одна щека больше, чем другая, а вот здесь вот у нее нос большой, но раньше ты этого не замечал, потому что она не пользовалась фильтрами, и ты ее видел и принимал такой, какая она есть, и вот эти фильтры бесконечные, они действительно, они ломают психику обоих сторон, то есть ты как человек, который уже не можешь без них выходить в инстаграм, но мне кажется, это уже проблема, то есть это селит какой-то комплекс тебе, а подписчики твои, тебя уже потом увидя без фильтра, они скажут, да ну нахрен, ну ты какая-то уже не такая, смотри какой у тебя нос большой, а где твои скулы, что это за щеки такие, ну то есть как бы, за что боролись, на то и напоролись, поэтому да, иногда, конечно, я листаю фильтрики, думаю, блин, вот с этим фильтром я просто богиня, ну просто богиня красоты, и когда ты убираешь этот фильтр, ты думаешь, ну и что ж, ты страшная-то такая, но я считаю, что все-таки надо слазить, надо слазить с этой иглы, потому что, ну это реально наркота, есть люди, которые прям сильно себя загоняют, они не могут даже, простите, я не знаю, в туалет сходить без фильтров, ну то есть как бы, ну это уже, мне кажется, перебор, полнейший снос психики, поэтому от этого берутся неидеальные, ну вот эти люди, которые говорят тебе, что ты неидеальная, ну конечно, по сравнению там с телочей, которая зачунинговала себя по полной программе, ты неидеальная, ну и славьте яйца, что ты неидеальная, посмотрела санскрин гидропептид, ваше мнение, не смотрела, не знаю, гидропептид тоже как-то мне не особо, как вам новинки от PSA, если честно, я видела что-то в посте, но я еще не смотрела их состав, поэтому ничего не могу сказать, очень хочется попробовать санскрин с тинтом, это не очень для кожи с акне, я вообще, ну то есть не фанат кожу с акне замазывать, да, есть данные, которые говорят, что пигменты там красный, оранжевый, они могут оказывать провоспалительное действие, то есть вызывать воспаление, поэтому как бы, ну я не фанат, но если ваша кожа хорошо переносит, почему нет, у PSA, панацея, да, и вторая сыворотка, ну там что-то вроде две панацеи, я еще, если честно, даже не смотрела, поэтому ничего не могу сказать, я как поняла, панацея идет как актив против пигментации, у меня от Санкиллер лоб обсыпала мелкими прыщиками, печально, к вам на консультацию приходить предварительно, закончив все средства, или можно прийти с тем, что есть, нет, вы приходите с тем, что есть, скажите, пожалуйста, крем GISDERM, фиолетовый пробовали, нет, фиолетовый не пробовала, крем Аню с термальной водой, пробовала, по-моему, у меня был такой пробник, я не помню, понравился он мне или нет, честно, у меня был один пробник, у доктора Сюрика вышел новый СПФ с комплексом пробиотиков, указано, что там физ плюс химфильтры в составе сицинка, и он очень выбеливает, это вообще нормально, или он не очень сложно по составу, нет, так сицинка, он белый, что же вы хотели, то конечно, он будет выбеливать, да, пассивочки, ой, куда-то я не туда нажала, про фильтры просто Жиза, согласна, Жиза, и она печальная, если честно, как прийти к минимализму, вроде все нужно, витамины, и пептиды, и кислоты, и неацинамид, ну смотрите, как прийти к минимализму, вы можете прийти к нему двумя дорожками, первая дорожка, это сесть и осознать, что у вас лицо одно, и попробовать все за раз, вы априори не сможете, просто вот сядьте и примите этот факт, как должное, ну то есть, это то же самое, что вы сядете ужинать, и если я пропустила три раза ваш вопрос, значит, он бывает такой, что вопрос не отправляется, отправьте еще раз, и я на него обязательно отвечу, это то же самое, что вы сели ужинать, перед вами поставили пиццу, суши, курицу, лапшу, и еще что-нибудь, примите тот факт, что вы не съедите все, это первый момент, второй момент, если все-таки вы хотите, такой мощный уход, высоко концентрированный, то вы должны понимать, что нужно вложиться в средства, да, то есть нужно купить меньше банок, но чтобы они были дороже, в плане не просто пойти купить, там, я не знаю, Элемис или еще что-то, нет, вы должны сесть и, ну как бы найти вариант средства, которое будет мультифункциональным, то есть оно будет работать сразу на несколько моментов, да, но тот же самый там, и Лайзовскин, здесь и восстановление липидного барьера, и восстановление микробиома, и работа с высыпаниями, и работа на себорегуляцию, то есть здесь сразу несколько функций, и по факту вы можете умыться, нанести тоник, и закрыть все вот этим кремом, поэтому еще раз, то есть либо вы делаете выдох-вдох, и говорите себе, что я не могу использовать за раз, там, 10 сывороток, да, либо, ну, либо вы составляете расписание, что сейчас я сделаю курс витамина С, вечером у меня будет там курс, например, кислот, да, потом я делаю курс того, курс сего, либо вы берете многофункциональные средства, они дороже, но вы сокращаете количество банок. необычная красивая фамилия, спасибо, спасибо мужу, вернее, спасибо работнице ЗАГСа, которая перепутала и написала отцу мужа вместо фурманов, но ему написали фурман, и мы все дружно в итоге в конце истории стали все дружно фурман. Ева у меня Ева Фурман, мне кажется, это вообще очень красиво звучит, Ева Фурман, просто прелесть, хотя может я просто больная мамаша, это такое тоже возможно. Хочется попробовать большинство линейк доктор Сьюрикл, но вот не знаю, что там с составом, да и стоит ли покупать линейки с центеллой, с чайным деревом, ведь они почти схожи. Ну нет, линейка с чайным деревом и с центеллой, они разные, они разные, но вопрос в том, какая линейка нужна вам, да, то есть я вообще не фанат линейк, у меня очень редко даже сыворотка с кремом из одной линейки, ну вот сейчас у меня вот институт Эстедер, прополис с салициловой кислотой, вот у меня и сыворотка, и крем из одной линейки, но это прям очень редкая история, я все-таки сторонник того, что вычленять, скажем так. Так, сейчас у меня муж пришел, дверь закрою. Ну давайте, последний вопрос, и будем закругляться. Скажите, пожалуйста, крем от стратии, как для восстановления, стоит ли, чтобы на него потратиться? Ой, ну, мне просто кажется, что крем от стратии достаточно бюджетный, по сравнению, со многими другими брендами, ну, однозначно, он классный, да, он крутой, будьте готовы только к тому, что он слегка желтит кожу, мою кожу белую, он просто делал слегка, такой, человеческого цвета, ну, и плюс он пахнет жмыхом облепихи, то есть это не запах ромашки. После ретинола 1% Одинерии можно переходить на Medicaid Crystal 10? Можно. Подскажите, пожалуйста, для сева профицитной кожи сахтной лучше подкислять пах каждый день или через день, например, тонны или 2 раза в неделю только по Солюшен. Ну, вы можете использовать каждый день умывалку с кислым пах, и, например, там через день или там 2-3 раза в неделю по необходимости использовать по Солюшен. Ну, то есть подкислять пах, если это прожирная проблемная кожа, желательно, конечно, каждый день. Вы можете это делать при помощи очищения. Это будет неплохая стратегия, скажем так. Ну, все, мы сегодня с вами даже больше, чем обычно. Эфир обязательно сохраню и попозже залью его на YouTube. Здесь тоже сохраню, на всякий случай пусть будет. Давайте, последний вопрос, и все, я уже уйду точно. Смотрела ваш обзор на доктор Сьюрикл линейка 5 Альфа. Как поняла, вы ее использовали в комплексе все средства? Да, я ее использовала в комплексе все средства. И сыворотку как-то отдельно я использовала. Мне понравилось. Все, спасибо. В следующий раз встретимся с вами на каком-нибудь интересном тематическом прямом эфире. А сегодня у нас такая болталка. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok